Эксперт Украинской ассоциации китай-ведов Дмитрий Ефремов с нами на связи. Дмитрий, рад приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот помогите разобраться. Прочитал мнение Александра Левченко. Он сказал, что, а, если Китай все же осудит агрессию Российской Федерации, это будет очень позитивный такой себе фидбэк, да, очень позитивная реакция. И это говорит о том, что Российская Федерация вновь и вновь все сильнее идет в бездну, проигрывая как на дипломатическом фронте, как на военном, так и на информационном. Но существует мнение еще, вот Александр Левченко на этом акцентировал внимание, что Китай будет продолжать держать такую себе нейтральную позицию по отношению как к России, так и к Украине. У вас какие ожидания лично от будущей речи Си Цзиньпиня? Ну, я систематически читаю эти документы официальные, которые публикуют Министерство иностранных дел, которые публикуют другие официальные ведомства Китая. Там, касательно украинского вопроса, или как кризиса, как они любят писать, там вообще не указываются стороны. То есть, говорится, украинский кризис и все. Там не констатируется, что это Россия, что это Украина и так далее. Там говорится, в общем, стороны должны искать пути к диалогу, должны прекратить огонь, должны сесть за стол переговоров и все в таком духе. Этот документ, не только этот, все документы у китайцев всегда максимально эклектичны. Они такие специально сформулированы так, чтобы их всегда, каждая из сторон, которая их читает, могла трактовать в свою сторону, могла трактовать в сторону своего соперника. Это очень удобная позиция, поскольку она не фиксирует зону ответственности, не возлагает какие-то ожидания конкретные на ту сторону, которую такие документы или такие мессенджи излагают. В конечном итоге это приводит к тому, что Китай всегда имеет возможность сказать, что его позиция была правильной, она соответствовала духу времени. И история показала, что именно так и надо было действовать. Но, в свою очередь, опять же, много сообщений о том, что Си Цзепинь как раз, ну, в целом Китай может помогать Российской Федерации с оружием. В свою очередь, Российская Федерация делает все для того, чтобы сближаться больше с, в том числе, Китаем, в целом с Азией, показывая, что Российская Федерация уже в будущем ничего не держит с Европейским Союзом. Может ли это сыграть на руку как раз Китаю? И может ли в экономическом плане, как минимум, Китай быть заинтересован в более тесном сотрудничестве с Российской Федерацией? Потенциально, действительно, Китай может быть заинтересован в более тесном сотрудничестве. В каждом заявлении, если проанализировать его объем, да, опять же, берем официальные документы, три четверти текста будет посвящено тому, что отношения между РФ и Китаем стабильны, нерушимы, конструктивно развиваются, стратегическое партнерство успешно, достигают новых высот и так далее. И лишь где-то так, строчкой или предложением в конце будет указано, что стороны обсуждают украинский вопрос, обмениваются по нему мнениями. Очень мало конкретики, поэтому для полного такого анализа очень необходимо использовать весь корпус китайских документов, подключать туда, скажем, некий культурологический анализ, экономический анализ и так далее. И тогда может косвенно, по косвенным признакам, быть сформирована какая-то более целостная картина. Такая целостная картина говорит о том, что Китай пока сохраняет за собой поле для маневра, он не хочет однозначно быть аффилиированным с Российской Федерацией. Китай четко понимает, что Россия это токсичная страна на сегодня и от нее желательно держаться подальше. Но в то же время Россия это та страна, с помощью которой Китай реализует свои интересы. Во-первых, Россия это таран для Запада. Она подрывает вот эти правила и нормы международного порядка, на которые европейцы и Джозеф Байден систематически ссылаются. Она дальше отвлекает на себя ресурсы и внимание западных стран, стран НАТО и так далее. В это время Китай получает возможность для того, чтобы проектировать свои интересы в том регионе, который для него приоритетен. То есть Восточная и Юго-Восточная Азия. Ну и Россия обеспечивает Китаю определенную стратегическую глубину. У них большая граница общая. И это, скажем, снятие напряженности, взаимных гарантий безопасности между этими двумя странами дает Китаю возможность меньше держать вооруженных сил вдоль своих северных границ. И, наверное, частично вдоль западных границ также. А Аз сосредоточится опять-таки на Востоке. Но, в свою очередь, возвращаясь к теме войны, Российская Федерация не нацелена в целом останавливать эту войну, которую ведет в Украине и против Украины. Об этом говорит и ряд разведок. Но Китай, если говорить о нем, насколько он может быть заинтересованным в эскалации в целом мировой безопасности? Потому что, если я не ошибаюсь, сам Джо Байден так косвенно намекал на то, что если Китай все же займет полностью позицию Российской Федерации, это может обернуться глобальной войной. И речь идет не только на территории Украины. Это сказал не Байден, а наш президент. Да, спасибо, спасибо. Что я думаю по этому поводу? В эскалации Китай точно не заинтересован. Но, есть основания предполагать, что Китай был бы заинтересован, чтобы в той форме, в которой конфликт существует сейчас, он тянулся дольше. Несмотря на все его заявления, что Китай ищет пути для скорейшего его прекращения, всегда поддерживает тех международных игроков, которые содействуют миру. В частности, это ремарка в сторону Турции, например, в сторону Организации Объединенных Наций и так далее. Если мы беспристрастно проанализируем китайские интересы, то, в принципе, сам по себе долгоиграющий конфликт для Китая выгоден. Обострения, эскалации точно нет, потому что эта эскалация подтолкнет других игроков международных отношений к тому, чтобы выбирать стороны, к тому, чтобы декларировать четче свою позицию, к тому, чтобы отходить от вот этих заявлений про то, что они за мир и против войны, а так говорят очень много стран в третьем мире. Да, и для Китая очень важен позитивный имидж именно в когорте вот этих стран, стран, которые развиваются. Китай хочет стать их лидером, тем, кто продвигает их интересы на международной арене, в международных организациях, так себя он и позиционирует. И для него очень сложная дилемма заключается в том, чтобы не сильно сближаться с Россией, потому что, если он начнет сближение с Россией, это как раз будет противоречить той официально декларируемой позиции Китая за мир, за конструктивное сотрудничество, против угроз, против вмешательства во внутренние дела других стран и так далее. То есть, чтобы не оказаться на вот такой растяжке, да, с одной стороны мы декларируем одну позицию, а по факту делаем другое, Китай пока что сохраняет дистанцию, хотя это очень сильно вредит его интересам. В очередь правительства Китая не консультировалась с Киевом при подготовке своего мирного плана окончания войны в Украине, об этом написало агентство Friends Press, ссылаясь на свои источники. И вот хочу отметить, что также издание отмечает, что Пекин обещал опубликовать свой план политического урегулирования конфликта в Украине на этой неделе, предварительно говорили как раз 24 февраля. А вот издание New Voice, также ссылаясь на свои источники, пишет, что в мирный план Китая вошли несколько пунктов из формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Сколько там таких пунктов именно не уточняется, но интересный момент. Я хотел бы сравнить то, что раньше в Китае говорили, что в любом случае они будут придерживаться международно признанных границ, а я напомню, это Крым Украина, Донецк Украина, Луганск Украина. Но Путин на выступлении своем в Лужниках, хотя он этот тезис повторял и на обращении, послании к федеральному собранию, он повторил месседж о том, что Россия возвращает исторические земли, так называемые исторические земли. Тут я вижу противоречие российской пропаганде получается. Устроит ли это Путина? И о каком мировом порядке тогда сейчас говорит Китай? Не говорит ли это о том, что все-таки более проукраинская и проеверпейская позиция, чем про российская? Видите, вот как раз мы опять упираемся в то, что нечеткость китайской позиции оставляет поле для множественных интерпретаций ситуации. Давайте, кстати, посмотрим на то, как Китай говорил о ситуации в Украине между 2014 и 2022 годом. Что с Крымом? Как он трактовал эту позицию? В мессенджах китайских официальных лиц можно встретить такую формулировку, что ситуация с Крымом обусловлена комплексом сложных и запутанных исторических явлений и процессов. То есть, китайцы, с одной стороны, за международное правило, за нерушимость границ и так далее, а с другой стороны, они позволяют делать ремарки себе в своих заявлениях, которые, по сути, оговаривают исключение из правил. В формулировке, которая сейчас используется в китайских предложениях, направленных на урегулирование ситуации, действительно звучит тезис о суверенитете в том понятии, в котором он трактует с организацией объединенных наций. Но там также и прописывается формула, которую Китай подцепил, скажем, у Российской Федерации, которая касается безопасности. Она сформулирована таким образом, что безопасность одной страны не может быть ухудшена за счет улучшения безопасности других стран. Эта формулировка выгодна для России, поскольку намекает на НАТО, которая расширяется, интегрирует в свою орбиту все новые и новые страны, таким образом сокращает уровень безопасности, померенный в каких-то относительных величинах для Российской Федерации. Для Китая эта формулировка очень интересна, очень приемлема, она универсальна. Китай чуть ли не предлагает вписать ее в другие международные договора, сделать основопоглагающим принципом работы других международных организаций и так далее. Естественно, это свяжет возможности других стран формировать какие-то альянсы, сближаться, помогать друг другу и так далее. Потому что все это может быть интерпретировано как попытки нарушить безопасность другой страны за счет улучшения безопасности своей страны. Эта формула может быть интерпретирована опять-таки в пользу Украины, но Китай про это никогда не говорит. То есть, что Российская Федерация своими действиями покушается на безопасность Украины, но Китай про это опять-таки не говорит. Там никогда не написано, про кого идет речь. То есть, придерживаться принципа организации объединенных наций – да, соблюдать суверенитет – да, всех стран написано. Точно так же безопасность поддерживать и не увеличивать для всех. Опять-таки, там нет конкретики. Это может потом вылиться в какую-то формулу а-ля Минские соглашения. Мы делаем это только после того, как противоположная сторона сделает еще что-то. То есть, соблюдаем суверенитет после того, как нам предоставлены гарантии безопасности со стороны западных стран. И, естественно, таких гарантий получены не будут. Соответственно, и другую часть формулы выполнять тоже никто не будет. Скорее всего, таких противоречий в этом мирном плане будет много. В свою очередь, нашел прямую цитату касательно территориального суверенитета, территориальной целостности и уважения суверенитета. Это сказал постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь. Вот он говорил о мирном плане. И, в свою очередь, скажите, мы очень много говорили о том, что Китай очень не хочет разрывать связи с Европейским Союзом, потому что это очень огромный рынок сбыта, очень огромные экономические связи. Но мы видим, вот позвольте я сравню Китай и Россию в плане экономической мощи, ну, не экономической мощи, а рынка сбыта и территорий. Российская Федерация сейчас делает все для того, даже в ущерб себе, наступая на грабли постоянно, делает все для того, чтобы импортозаместить, связать, перенаправить свою экономическую отрасль от Европы, от США на Китай, на азиатские страны. А Китай к этому готов к подобному сценарию в случае, если все же встанет на путь Российской Федерации? К сценарию какому? К сценарию, не импортозамещения, а к сценарию, так сказать, экономической блокады от Европейского Союза, от США, потому что, опять же, Китай и Европу очень много что связывает. Нет-нет-нет, конечно же, Китай будет стараться максимально избежать подобной ситуации. Дело в том, что Китай рассматривает Европу как свой наиболее привлекательный и важный рынок. С Соединенными Штатами тоже выгодно иметь торговые отношения, но проблема с Соединенными Штатами заключается в том, что они очень консолидированы, там единая вертикаль власти, и добиться каких-то уступок в свою пользу от такого же крупного и сильного игрока сложно. В то же время, Европейский Союз, несмотря на то, что существуют некие интеграционные органы, институты, все еще остается довольно рыхлым образованием. Можно через такие страны, как Венгрия, приходить в Европу и продвигать свои интересы. Китай это отлично понимает и этим отлично пользуется. Естественно, из этого в целом Европейский Союз получается значительно слабее, и продвигать там интересы для Китая значительно легче. Рынок богатый, покупателей очень много, у них спрос диверсифицированный, поэтому рынок чрезвычайно привлекательный. Более того, сама инициатива китайцев, направленная на то, чтобы усилить коннективность между Китаем и Европой, которая называется «Один пояс, один путь», она как раз была сконцентрирована на том, чтобы и морскими, и наземными путями усиливать логистику, усиливать товарооборот и таким образом усиливать и связи Китая с Европой. А с точки зрения вопроса безопасности, Китай предлагал Европе пересмотреть вот эту архитектуру и, как он выражался, сделать ее более сбалансированной. Принять во внимание законные побаивания Российской Федерации касательно своей безопасности, что означает сократить влияние НАТО, сократить влияние Соединенных Штатов. Но и Соединенные Штаты тоже в долгу не остаются. В основополагающие документы НАТО, стратегии, в которой она руководствуется, был внесен пункт о том, что Китай является наиболее важной стратегической угрозой для Альянса. И через вот эту формулировку Соединенные Штаты подталкивали другие европейские страны к наращиванию своего присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Естественно, это Китай очень сильно раздражает, это то, что противоречит его интересам. Поэтому, если смотреть, как Китай трактует ситуацию в Украине, кто в ней виноват, он пишет, что виноват американцы, которые в Европе, скажем, пропагандируют менталитет холодной войны. Менталитет холодной войны — это прямая отсылка к НАТО, которая возникла как раз в холодную войну и которая направлена на то, чтобы не столько обеспечивать безопасность европейцев с точки зрения китайцев, сколько продвигать и защищать интересы Соединенных Штатов и крепить, укреплять эту привязку Европы к США. Дмитрий, вам огромная благодарность за разъяснение данной темы. Напомню, эксперт Украинской ассоциации китайведов Дмитрий Ефремов был на прямой связи с нашей студией.